всем привет а сегодня мы в деревне таяты приехали хотелось взять интервью у какого нибудь местного жителя и возьму наверное тот кто попадется мне первым сегодня мы в таятах вот встретили удивительного человека я прям вот хочу несколько вопросов вначале представьтесь как вас зовут иван сафронович соломенников вы здесь пенсионер уже да и здесь и я и родился спасибо председателю главе администрации иванову федору ликарповичу вот он этим заведует вообще он молодец насчет этого глава есть глава все это человек который болеет не просто так там да да не просто так он молодец насчет этого вот как отношения вот у вас с виссарионовцами они тут нормально но у них своя вера своя вера и все так но я так хоть это я другой веры старовер истинный как все это все это по старославянский все это к виссарионам относимся нормально пониманием как бы дружат да и даже вот у меня племянник на виссарионовке женился все это как все это ничего все нормально хотелось еще спросить вот там идет война сейчас там россия с ну с украиной да но как как вы думаете вот надо было начинать эту войну не надо было начать чисто ваше мнение чисто мое мнение но я просто что это братоубийственная война не должна бы быть вот так вот все это надо было как-то это всем миром согласовать все это все но раз уже там уже и наемники из канады с америки с кубы от откуда только нету даже и те же и эти украинцы которые пособники эти бандеры вот это недобитые были типа что вот так вот но вот это вся нечисть вылезла блин сейчас а америка на этом зарабатывает блин посылает оружие и все а здесь это как сказать все но россия но так-то и не должно бы быть но просто путин хочет чтобы граница была нормально у нас все это чтобы а то это украина будет в этом в нато там все здесь уже все сразу ракеты вот они все размещение будет все я как этот истинный патриот я и пограничник все это просто хочу чтобы россия она крепла и процветала чтобы было все хорошо спасибо большое за то что не отказали дать интервью а здесь уникальное место где матушка природа открыла накопал глины мы отправились дальше в курагина где в встретили своих друзей немножко пообщавшись посидев в кафе мы поехали в свою родную деревню гуляевку